Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Обсудили достижения и новые задачи. В Самарской области прошло представление нового временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева. В Самаре назначены глава Департамента общественных и внешних связей, администрации и директор Самарской набережной. Глава города Елена Лапушкина представила руководителей на оперативном совещании. Обсудили меры поддержки инновационной деятельности и озвучили предложения по поддержке молодых специалистов. В Самарской губернской думе состоялось седьмое заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. В областной столице стартовал 16-й турнир «Лето с футбольным мячом». В нем принимают участие дворовые команды, участвуют юноши и девушки в двух возрастных категориях. В областном правительстве состоялось представление временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В мероприятии приняли участие полномочный представитель президентов ПФО Игорь Комаров, бывший глава региона Дмитрий Азаров, а также руководители региональных министерств и ведомств, представители промышленного сектора региона, силовых структур, СМИ. Какие задачи перед новым руководителем области и его командой? Расскажем далее. Вячеслав Федорищев приступил к обязанностям в Рио губернатора Самарской области, членам регионального правительства, депутатам Самарской губернской думы, главам муниципальных образований крупнейших предприятий и общественных организаций, нового руководителя региона представил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Напомним, ранее свой пост покинул Дмитрий Азаров. Президент Владимир Путин провел встречу с Вячеславом Федорищевым, который занимал пост председателя правительства Тульской области и предложил ему возглавить Самарский регион. Я, конечно же, не мог себе представить, какое высокое доверие окажет мне президент Российской Федерации, назначив своим указом временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области. Задачи, которые поставлены передо мной лично и перед всей командой, они значительны. Во многом эти задачи идут из указа президента о национальных целях. Они очень четкие, они очень амбициозные. Нам вместе нужно будет добиваться того, чтобы Самара была на первых местах. Причем не столько в рейтингах, а в жизни. Напомним, что за предыдущие шесть лет в Самарской области почти в два раза увеличился объем инвестиций в основной капитал. В национальном рейтинге инвестиционного климата регион входит в топ-10, в то время как в 2018 году был лишь на 65-й строчке. Привлекательным регион стал не только для инвесторов, но и для туристов. За шесть лет турпоток увеличился в три раза. На территории Самарско-Тольятинской агломерации сконцентрированы высокотехнологичные перспективные кластеры автомобилестроения, аэрокосмической, фармацевтической, химической промышленности. Ключевые задачи стоят, связанные с специальной военной операцией. Это вопросы поддержки семей военнослужащих, и вопросы организации выполнения гособоронзаказа и работы оборонных наших предприятий, вопросы комплектования вооруженных сил и поддержки ребят, которые сейчас у нас находятся в зоне специальной военной операции. И поступать на развитие, реализация национальных целей, поставленных президентом нашей страны. Эта задача очень важна. Они, на мой взгляд, по показателям объективным Самарской области реализовывались достаточно успешно, хорошо. И хочется поблагодарить Дмитрия Крича Азарова за годы его работы и за то, что действительно было много и хорошее сделано в Самарской области. Также полпредпрезидент Игорь Комаров отметил, что у Вячеслава Федорищева есть накопленный опыт работы в федеральных и региональных органах власти, которые позволят ему своевременно и качественно решать задачи по дальнейшему социально-экономическому развитию Самарской области. В свою очередь Вячеслав Федорищев отметил, что давно знаком с регионом, с людьми, которые живут и работают на Волге. Успешное взаимодействие и сотрудничество было налажено в рамках комиссии Государственного совета по направлению промышленность, а также благодаря кооперации с Тульской областью. По мнению Вячеслава Федорищева, вся команда Самарского правительства и руководители муниципалитетов должны и дальше работать эффективно, уверенно и, самое главное, в контакте с жителями. Светлана Кудрявцева, События. Сегодня же прошла личная встреча полномочного представителя президента ФПФО Игоря Комарова и временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. По словам руководителя региона, необходимо определить первоочередные задачи в городском хозяйстве и определить точки роста. Упор будут делать на промышленность, космос, автопром, производство беспилотников, чтобы в сумме это давало возможность бюджету больше зарабатывать и, как следствие, больше тратить на повышение качества жизни. Назначенный руководитель Департамента общественных и внешних связей администрации Самары и директор муниципального учреждения «Самарская набережная». Глава города Елена Лапушкина представила их на оперативном совещании. Так, на должность руководителя Департамента общественных и внешних связей назначена Ирина Степнова. Более 25 лет она работает в ведомстве. Начиная с 2017 года была заместителем руководителя. Ирина Валерьевна имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнерских связей с российскими и зарубежными городами, осуществляла взаимодействие с национально-культурными центрами по вопросам укрепления и развития межнациональных отношений. Директором учреждения «Самарская набережная» стал Артемий Анисимов. С 2015 года в муниципальном учреждении он руководил отделом культурно-массовых мероприятий. За время работы Артемий Станиславович выстроил коммуникации с бизнесом и организациями по вопросам развития Самарской набережной, организовал новые форматы мероприятий и развлечений, реализовал современные архитектурные и функциональные решения, чтобы сделать пребывание жителей и гостей города на территории набережной максимально комфортным. Также на еженедельном рабочем совещании в городской администрации обсудили вопросы по подготовке городских пляжей к летнему сезону, противопожарную безопасность и работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее в нашем сюжете. Лето полностью вступило в свои права. Не только жаркой погодой, но и официально, по календарю. В солнечные дни самарцы и гости города любят проводить свободное время на пляжах. Подготовку самарских песков к купальному сезону, который стартует 10 июня, обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Пока вода в Волге еще не опустилась до нормативных значений, на пляжах проводят уборку береговой линии, после чего приступят к водолазному обследованию дна у берега и установке малых архитектурных форм. «Планируется провести завоз и планировку 11,5 тысяч тонн песка. К сожалению, с учетом требований Федерального агентства проеболовства, начало выгрузки и планировки песка возможно только после достижения уровня воды отметки 29 метров. То есть мы мониторим это ежедневно. Подрядчик готов работать, но ждем». По традиции на всех девяти официальных городских пляжей будут работать спасательные посты. На двух участках, на Некрасовской и Полевой, будут оборудованы зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приводят в порядок и набережную. Уже высажено более 2000 квадратных метров многолетних цветов. Объекты потребительского рынка оформили в едином стиле. Проводится ежедневная уборка территорий. «Уборка территорий проходит ежедневно. С утра производится мойка дорожек, татуа, спецтехника, изотома, подбор мусора, очистка урн. Регулярно ведется покос газонов». Но лето – это не только отдых на пляже. Это и сезон повышенный пожароопасности из-за высокой температуры воздуха. В городе с 1 июня по 31 октября действует особый противопожарный режим. В это время запрещены различные действия, в том числе разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов, в том числе на территориях организации при усадебных, садовых и дачных участках. Глава Самары поручила профильному департаменту и главам районов проинформировать жителей о действующих ограничениях и правилах пожарной безопасности. «Еще раз массово предупреждать жителей о возможности пожаров. Ну и главы внутригородских районов тоже обращаются через свои соцсети, тоже работайте с людьми, предупреждайте о очень серьезной опасности». Также в ходе совещания обсудили ход ремонта уличнодорожной сети. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», реализуемого по решению президента России Владимира Путина, будет отремонтировано 34 объекта протяженностью почти 44 километра. Сейчас подрядчик обновляет проезжую часть на улицах Елизарова, Куйбышева, Садовой. Дополнительно за счет средств местного бюджета планируется отремонтировать 19 объектов протяженностью более 18 километров. Глава Самары поручил департаменту городского хозяйства и экологии держать на контроле сроки ремонта дорог, а также осуществлять проверку качества работ на каждом этапе. По контрактам ремонт должен быть завершен до конца августа. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. На улице Куйбышева продолжается комплексный ремонт. Работы ведутся на участке от улицы Венцика до улицы Вилоновской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас подрядчик занимается установкой новых пешеходных ограждений. Ксения Баканова расскажет подробнее. Одна из визитных карточек исторического центра Самары стремительно преображается. На улице Куйбышева продолжается комплексный ремонт. Работы ведутся на участке от улицы Венцика до улицы Вилоновской В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году объект приводят в порядок от фасада до фасада. Предусмотрено обновление тротуаров, проезжей части, люков смотровых колодцев и дождеприемников, монтаж бортового камня и многие другие работы. Заботятся и о средствах повышения безопасности движения. Сейчас подрядчик занимается установкой новых пешеходных ограждений. Сначала размечают места курения ям, потом забориваются на глубину 1 метр, устанавливаются ограждения и они питанируются. До этого стояли металлические ограждения, они подверглись воздействию атмосферы, коррозии и так далее. И не соответствуют архитектурным решениям города. В работе специалисты придерживаются единого стилистического решения. Так, дизайн ограждений схож с дизайном опор освещения и фонарей, установленных на улице Куйбышева в 2021 году и напоминающих стилистику старого города. Аналогичный подход реализуется и в этом году при установке ограждений. Конструкции представляют собой металлокаркас с отдельными элементами из чугуна. Материал отвечает всем строительным требованиям. Он надежный и достаточно прочный. На данный момент установлено порядка 180 метров погонных. К концу июля надеемся все установить. Надеемся, что жители и туристы города оценят, что на данной улице. По словам специалистов, ограждения не только украшают городскую ландшафт, но и обеспечивают безопасность. Ведь зачастую виновниками ДТП являются именно пешеходы, которые пытаются перейти дорогу в неположенном месте. Задача конструкций – ограничить выход на проезжую часть. Жители города уже успели оценить перемены. Все новое – это очень хорошо. Мы очень рады, что наша Самара становится новой, красивой. Ограждения, я считаю, что очень здесь к месту. Они и вписываются стилистически в оформление улицы, и также обеспечивают безопасность. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее ремонт закончился. Потому что лето – охота наслаждаться уже вот этой вот красотой нашего города. Гулять по вечерам. Здесь очень классно сделали освещение. Обновленную территорию важно поддерживать в чистоте. Подрядчик позаботился и об этом. На улице Куйбышева планируют установить новые урны для мусора. Визуально они также поддержат новую концепцию элементов обустройства уличнодорожной сети. Напомним, что ремонтные работы на улице Куйбышева в рамках дорожного нацпроекта завершатся этим летом. А концепцию масштабного восстановительного озеленения в полном объеме планируется реализовать осенью. Улицу будут обрамлять более 90 деревьев с уже сформированной кроной, а также 3400 кустов кизильника и цветники. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается реконструкция здания бывшего кинотеатра «Россия». В нем будет размещен театр-мастерская. При этом городские власти подошли к работам комплексно. В порядок приводят не только само здание, а также дороги и бульвар рядом. Ход работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. В здании будущего театра-мастерская реконструкция в рамках нацпроекта «Культура» идет полным ходом. Сейчас строители производят монтаж всех инженерных систем, как внутри здания, так и подключают их к внешним коммуникациям. Так как завершены кровельные работы, то постепенно в некоторых помещениях уже приступают к чистовой отделке. Параллельно продолжается и устройство главной зоны – сцены большого зала. В большом зале ведутся работы по монтажу конструкций металлических для последующего монтажа верхней одежды сцены. Нижняя часть сцены пока не используется в работе, потому что ведутся как раз верхние. На каком этапе работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. В рамках выездного совещания с подрядчиками и представителями профильных ведомств она осмотрела здания, обсудила дизайн фойе и зрительных залов, проговорила соблюдение сроков ремонта. Также на совещании обсудили комплексный подход к преображению всей территории. Здесь на Чернореченской выполнят ремонт дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и благоустроят сам бульвар уже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Местные жители участвовали в разработке проекта и подобрали наполнение прогулочной зоны так, чтобы здесь было комфортно отдыхать и жителям соседних домов, и гостям театра. За бульвар голосовали, жители активно. После того, как бульвар уже победил, обсуждался отдельно дизайн-проект. Жители вносили свои предложения, как по организации дорожного движения в том числе, потому что местные жители, конечно, знают все проблемы, которые здесь связаны с транспортом, так и по организации самого пешеходного бульвара. А чтобы благоустройство сохранялось как можно дольше, было принято решение предварительно заменить все коммуникации на участке. Был составлен график, по которому все ресурсоснабжающие организации могли, не мешая друг другу, поэтапно выполнить замену своих труб и кабелей. Пока идем полностью в графике. У нас осталось чуть больше двух недель для того, чтобы закончить работу и сетевых компаний, и чтобы уже компании, которые будут заниматься устройством дорожного покрытия и бульвара, вышли на свою работу. Каждый день непосредственно в реконструкции самого здания театра задействованы от 60 до 90 человек, в зависимости от видов работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре прошло седьмое заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти регионов Приволжского федерального округа. Собрались представители всех 14 субъектов ПФО. Председатели ЗАГСобрания регионов, среди приглашенных представители молодежных парламентов ЛНР и ДНР. Что беспокоит молодежь и какие вопросы стали предметом обсуждения на заседании, расскажет Галина Топилина. На заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти в ПФО обсудили меры поддержки инновационной деятельности и молодых ученых. Проводили большой опрос вместе с законодательными собраниями и советами ректоров субъектов Приволжского федерального округа, где прямо задавали молодежи вопросы с нынешней студентами, которые занимаются инновационной деятельностью, какие они меры поддержки, соответственно, видят. Предложение молодых парламентариев поддержать молодых специалистов, работающих в сельской местности, нашли поддержку у старших коллег. Мы еще продолжим в том числе анализировать те документы, которые в регионах имеются, для того, чтобы их поправить с точки зрения комфортности проживания и комфортности приезда молодых людей на село. По словам участников, совместная работа – залог успешного решения поставленных задач. Одно дело, когда каждый регион индивидуально обращается к какой-то инициативе. Другое дело, когда целый ряд регионов, объединенные в формате ассоциации, усиливают свои предложения поддержкой друг друга. В завершении участники встречи подписали соглашение о сотрудничестве с молодежными парламентами ЛНР и ДНР. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В июне для автомобилистов начали действовать несколько новых правил. Водители теперь будут штрафовать за использование зимних шин. Соответствующий запрет продлится до осени. Размер штрафа – 500 рублей. Автомобилистов при этом будут отпускать с предупреждением. Также вступили в силу новые правила относительно процедуры получения прав и требования к открытию отдельных категорий. В частности, иностранное удостоверение для зарубежных граждан в России будет действовать только в течение года. Водителям придется получить российские права. За нарушение грозит штраф 15 тысяч рублей. В регионах Поволжья, Урала и Сибири военнослужащие Центрального военного округа вышли на полигоны в рамках начала летнего периода обучения войсках. Практические действия проходят в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. А также в других регионах. Артиллерийские, ракетные, танковые, мотострелковые, инженерные и другие подразделения проводят на полигонах занятия по тактической, огневой и другим видам боевой подготовки. Летний период обучения завершится в октябре текущего года. Самара вновь приняла у себя «зеленый марафон». В этом году он прошел в первый день лета сразу в 60 крупных городах России. Самарская область стала одним из регионов, где бежали сразу в двух городах. Помимо областной столицы, марафон прошел и в Тольятти. Какие дистанции преодолели участники и сколько спортсменов в этом году вышли на старт, расскажем в нашем сюжете. Единство спортивного духа и воля к победе. Победить не столько других, сколько себя. На старт дистанции в 4 километра 200 метров вышли желающие спортивно отметить первый день лета. Артем Власов только в этом году открыл для себя городские марафоны. «Зеленый» стал для него вторым по счету. Прошлый старт две недели назад только раззадорил интерес к массовым забегам, признается Артем. У меня есть цель по времени, хочется ее осуществить. Сегодня очень жарко, вот такую жару я еще не бегал. Хочу добежать и по времени уложиться. Я здесь, то есть на втором забеге. Мне нравится, очень классное мероприятие. Никогда не думал, что буду этим заниматься, но вот занимаюсь. В этом году в «Зеленом марафоне» приняли участие почти 7 тысяч самарцев. Помимо спортивных дистанций, гостей развлекали музыкальные и танцевальные коллективы. Посетила мероприятие и глава города Елена Лапушкина. По словам в РИУ министра спорта Самарской области, здоровый и спортивный образ жизни – это современный тренд. За последние годы вообще беговое движение очень развелось, в том числе и благодаря современной инфраструктуре. Не только спортивной инфраструктуре, но и инфраструктуре для отдыха, для нашей прекрасной набережной, которая везде появилась. Ну и, наверное, пропаганде здорового образа жизни, потому что сейчас модно быть крепким, здоровым, увлекаться спортом. Во время «Зеленого марафона» можно было не только приобщиться к спорту, но и принять участие в благотворительности. Помимо того, что люди помогают другим, они еще и сами себя внутри воспитывают. И это очень важно на самом деле. Поэтому сегодняшнее событие, оно вдвойне важно, приятно, активно. «Зеленый марафон» впервые прошел в 2012 году в поддержку Олимпиады в Сочи. И с тех пор стал хорошей ежегодной традицией. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре стартовал традиционный турнир «Лето с футбольным мячом». Соревнования между дворовыми командами проходят в 16-й раз. Продлится турнир до 31 августа. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. 92 дня на футбольном поле. В Самаре стартовал 16-й турнир «Лето с футбольным мячом». Соревнования проходят между дворовыми командами. Принимают участие юноши и девушки в двух возрастных категориях – 9-11 лет и 12-14 лет. Среди болельщиков – друзья и родители. Это, конечно, должно быть предметом гордости, соучастия со стороны семьи. И именно в этом, на самом деле, залог того, что ребенок у нас будет развиваться гармонично, в том числе с точки зрения физкультуры и спорта. Турнир проходит в три этапа. Первый – с 1 июня по 11 июля в городах и муниципальных районах области. Второй – с 12 июля по 15 августа. В это время проведут групповые и зональные соревнования. Третий этап запланирован с 16 июля по 31 августа. В это время участников ждут финальные матчи. Это, конечно, очень здорово. Ребята не предоставлены сами себе, занимаются. И вот из этих как раз людей, которые появляются, звездочки, и получается Академия. Команды, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, будут награждены кубками и дипломами. Лучшие из участников получат возможность попасть в Академию Крылья Советов. Это очень хорошие турниры для селекции. Мы отправляем своих селекционеров на эти турниры, мы отсматриваем. В основном это финальные турниры. И ребят приглашаем на просмотр. Не все к нам попадают, но штучный товар у нас появляется. Турнир «Лето с футбольным мячом» зародился в Самаре и давно вышел за пределы области. Мероприятие из районного выросло в федеральный формат. Оно сейчас практикуется и транслируется на территории всей России. Конечно же, это знаковость, это очень важно для нас. Ну и тем более, что ребята, которые примут участие в этом турнире, имеют возможность проявить себя. «Лето с футбольным мячом» не только охватывает всю страну, но и дает билет в большой спорт юным любителям футбола. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 2026 года в России вводится семейная налоговая выплата. Она будет доступна семьям, где воспитываются два ребенка и более. Учитываются дети до 18 лет или до 23, если ребенок студент очного отделения. Новая мера поддержки, как и другие социальные пособия, защищена от списаний за долги. Она является частью процесса по совершенствованию налоговой системы, пишет телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В оздоровительном лагере «Волжский Артек» в первую смену отдохнут 352 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. По льготным и бесплатным путевкам 225 детей. В этом году в лагере построен новый модульный корпус, что позволило принять на 50 человек больше, пишет телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Смена в «Волжском Артеке» 21 день, и каждый расписан буквально по часам. Кружки по интересам, квесты, викторины, интеллектуальные и спортивные состязания. Скучать отдыхающим точно будет некогда. В целом в Самарской области этим летом будут работать более 700 организаций отдыха детей и их оздоровления. В том числе 46 загородных, более 650 лагерей дневного пребывания, пришкольных лагерей и 4 лагеря палаточного типа. Отдохнут и оздоровятся в них 120 тысяч детей. Телеграм-канал Самарского района представил обзор здания кинотеатра «Художественный». Здание расположено на усадебном участке в 1879 году, перешедшем в собственность купца Павла Головкина. Позже здесь был возведен кирпичный оштукатуренный дом с подвальным помещением. По фасаду здание было двухэтажным и заканчивалось во дворе трехэтажным пристроем. Кроме этого, во дворе находились деревянные служебные помещения, конюшни и каретник. Верхние этажи дома и оба этажа с улицы занимали жилые квартиры, сдававшиеся в наем. Там же постоянно проживала семья домовладельца из семи человек. На первом этаже располагались посудообойный магазин владельцев Головкиных и склад. В 1922 году здание было муниципализировано и подверглось капитальной перестройке. Была проведена перепланировка внутренних помещений, надстроен третий этаж со стороны улицы, сглажен фасад. Изменились и функции строения. В нем разместилась дирекция и сам кинотеатр «Художественный», который сегодня продолжает свою работу. На этом выпуск завершен. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok